давайте посмотрим если разница в весе у этих двух упаковок 802 779 ну что сейчас у меня есть как обычно не так много времени вскроем оба пакета посмотрим в чем разница я скушаю один из этих вариантов по описанию мы видим что они одинаковые но есть разница в весе значит наверно какие-то дополнительные компоненты я уже там подробности не считался по каким-то дополнительным компонентам может отличаться 1 комплект 28 07 кельца улица кстати сейчас я нахожусь недалеко от этого вот что в первом наборе и сразу смотрим что у нас во втором второй набор до 31 07 зеленая гура и смотрим начнем с второстепенного в этом комплекте у нас зип-пакет конфета жвачка тромбок другом наборе у нас запаяна внутри есть зип-пакет для мусора здесь тоже внутри есть еще один зип-пакет плюс-минус одинаково мне кажется этот вариант комплектации поинтереснее ну лично мое мнение откладываем дальше сухари сухари одинаковые 20 01 20 01 дата напечатана по-разному на срок годности одинаковые одинаковые сухари так малиновый высоко сладкий малиновый здесь без пакета здесь у нас идет комплектация с пакетом джемы тоже одинаковые шоколадки абсолютно одинаковые срок годности 10 02 на этой срок 10 02 даже одна и та же серия это батончики фруктовые это не совсем шоколадки очень классная вещь я их уже показывал с их видео может быть сегодня тоже покажу смотрим консерва турольская консерва турольская миллионка вебшова в олове это свина свинина телятина мясо мясо свиньи 75 процентов телятина 19 процентов как видим описание одинаково срок годности 29 11 месяц 29 даже одна и та же самая партия кей в этом одинаково в чем же у нас разница в весе получается 20 грамм если все одинаковое набор ложка здесь трубка здесь здесь набор ложка у нас другого типа которая получается наверное тяжелее что ли трубка концентрат чайный в этом наборе здесь то же самое концентрат чайный сроки годности тоже одинаково все одинаково разница только ложки наборе химический пакет для разогрева такая печка наливается вода разогревается сейчас этого делать не буду жарко здесь точно такой же набор и смотрим основные блюда основное блюдо макарон по-болонски консерва овощно-мясная стерилизованная готовая потреблению точно так же и смотрим даты 10 21 здесь у нас 9 21 вот этот набор ну на один день разницы как я сейчас откроем основное блюдо макарон похоже фарш так сплошной макарон получается сверху мясом вкусно наш мясом надо не пашкет это такое мелко перемотаем мясом очень специи чувствуются какие-то томат что ли соус на отключение какой-то соус это блюдо конечно лучше разогретым кушать соль перец перец особо не чувствуется но он как бы сбалансирован соли ну может быть даже многовато принципе это блюдо можно сказать паста да там макарон по-болонску как паста макарон с мясом если вот сделать фарш поджарить его добавить специи томаты получится такое же блюдо горячим она конечно вкуснее намного вот как сейчас видео передает на слой мяса этого соуса так сказать мясного потом макарон и сверху снова соус на упаковке указано что мясо у нас 29 и 3 процента макарона 35 процентов наверное где так и есть хотя может быть макарона даже и больше очень сытное блюдо но еле доедаю остальное доедем чуть позже консерва тирольска это нам уже попадалось много раз в разных вариантах сухпайка в данном случае в девятом номере тоже она же открываем с кусками мяса с хорошими такими заметными жир видим но это это вкусно и вот так твердый сухарь дает возможность набрать мясо вместо ложки использовать я уже несколько раз комментировал вкус этого мясного набора очень хороший состав очень вкусный несмотря на то что здесь отдельно жир то самом это мясо оно не жирное переходим к десерту фруктовый батончик смаку фиговым написано сейчас покажу я уже такие вскрывал неоднократно здесь у нас около 50 процентов фруктов разных запаковано вафельная такая обложка с двух сторон остался малиновый джем который я сегодня кушать наверное не буду погода испортилась на этом в принципе я показал все что мог 9 номер рацион на один прием пищи польской армии